Здравствуйте! Прошло 100 марсианских дней с начала исследований красной планеты марсоходом Curiosity. За это время российский прибор Dan просканировал поверхность Марса и на небольшой глубине нашел воду. Сейчас марсоход движется по руслу бывшей реки в кратере Гейла. Впереди новое открытие. Мы едем по руслу древнего ручья. Другое дело, я не могу сказать, как долго там вода текла, потому что, кажется, все эти процессы достаточно кратковременные. Точно на Марсе была вода, но как долго она существовала, это сложно сказать. Центр управления полетами в Королеве и космический центр в Хьюстоне соединил телемост. Главной темой стала грядущая годовая экспедиция на МКС и, конечно, ее экипаж. Космонавт Михаил Корниенко и астронавт Скотт Келли. Подобный рекорд космической миссии был лишь однажды, в начале 90-х. Российский космонавт, врач Валерий Поляков, провел на орбите почти полтора года. И, наверное, это будет связано как-то с Луной, затем с исследованием ближайших астероидов. И все это для того, чтобы реализовать давнишнюю мечту ученых и амбиции определенные, значит, шагнуть в неизведанное, шагнуть на поверхность Марса. Для нас ничего такого принципиально нового в данном случае не происходит, потому что, как уже было сказано, у нас есть опыт полета годовых или окологодовых. Первый такой полет у нас состоялся еще на второй экспедиции на станцию «Мир», когда Юрий Романенко, отец того космонавта, который сейчас у нас есть в отряде, летал на второй экспедиции практически 11 месяцев. В эти дни МКС подверглась космической атаке. Неизвестный объект, скорее всего, метеорит, повредил солнечную батарею. Угрозы для жизни космонавтов нет, однако есть повод задуматься. Земле необходима система контроля и защиты от космических пришельцев. Это был даже не метеорит, а так, небольшой осколок. Однако ущерб нанес серьезный. Солнечную батарею, видимо, придется ремонтировать. Микрометеорит был настолько мал, что на Земле его сближения с орбитальной станцией попросту не заметили и заметить не могли. Российская система контроля космического пространства, сердце которой в подмосковном ЦУПе, фиксирует лишь приближение гораздо больших объектов. На этом экране видны параметры опасного сближения МКС с космическим объектом, с объектом космического мусора. Вот на картинке видно контуры МКС, видно контуры космического мусора. И в данный момент максимальное сближение составляет около 12 километров. Локаторы на Земле могут засечь тела размером больше 20 сантиметров, отработавшие спутники, ступени ракет и многое другое. Все то, что оставило человечество на земной орбите. Когда незваный гость вдруг приближается к МКС ближе 15 километров, его берут на контроль здесь, в Королеве, и в американском ЦУПе, в Хьюстоне. Если расстояние еще меньше, принимается совместное решение об уклонении МКС от опасного объекта. Если вероятность столкновения международной космической станции с объектом, который называется космический мусор, превышает 10 минус 4, то здесь уже сразу повышенное внимание к этой ситуации и принимаются меры подготовительные. Если 10 минус 3, то меры не только отлонения уже, скажем, орбиты станции, некоторый увод ее с орбиты, но и даже перегрузка в транспортный корабль. За последние 4 года мусор угрожал МКС 22 раза. Делать маневры приходилось не каждый раз. Объекты в космосе движутся непрямолинейно и порой меняют траекторию, например, под воздействием атмосферы и Солнца. Космический мусор может двигаться в разных направлениях. И если берем худший случай, если он движется навстречу МКС, и тот и другой объект летит со скоростью больше 7 км в секунду, и они сталкиваются, то относительная скорость получается более 14, около 15 км в секунду. Внимание! Опасный номер. Космический таран на скорости 5400 км в час. Даже современные технологии при столкновении на таких скоростях не выдержат. Это на себе проверил американский спутник связи Иридиум, который в 2009-м столкнулся с уже не работавшим российским аппаратом серии «Космос». Поле 9 грамм. Если она не летит, она никакой опасности не представляет. 400 метров в секунду из ствола выпустили уже смертельную опасность для человека. Те же самые 9 грамм осколка какого-нибудь космического аппарата, которые летят со скоростью 8 км в секунду, значит, они в 20 раз быстрее поля, они могут уже порадить не только космонавта, но и космический аппарат. Сегодня по инициативе Роскосмоса в нашей стране разрабатывается новая система контроля космического пространства. Сеть автоматических телескопов и локаторов сможет пристально следить за всем небосводом и при опасности брать под наблюдение объекты, которые представляют угрозу. Все перспективные космические объекты, как космические аппараты, космические станции, средства выведения, разгонные блоки, межорбитальные буксиры, которые мы будем создавать в будущем, все они на сегодняшний день создаются с учетом аспектов борьбы с космическим мусором. При проведении динамических операций в космосе, при выведении космических объектов на орбиту, мы ставим задачу, чтобы никаких искусственных образований не оставалось на орбите. Сначала попробовать оснастить космические аппараты датчиками соударений на постоянной основе, чтобы изучать мелкомасштабную фракцию космического мусора, которая тоже представляет опасность, которая портит материалы поверхности, портит панели. Проблема космического мусора становится планетарной. Рождаются идеи, как очистить орбиту, например, отправив в космос автоматического уборщика. Но даже если человечество перестанет запускать ракеты и спутники, уже существующие на орбите объекты будут разрушаться и окончательно замусорят космос. Пробиться на земную орбиту станет невозможно. Сорок лет назад, в декабре 1972-го, на Луну стартовал последний корабль «Аполлон». После ряда успешных экспедиций эта американская программа была закрыта. Есть мнение, что такой шаг объяснялся не только большой ценой лунных миссий. На внешней безжизненной Луне астронавты столкнулись с чем-то непостижимым для земного разума. Как бы ни было, но загадка остается и ждет своего объяснения. Возможно, скорого. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи.